Всем привет! Сегодня, как обычно, я вам покажу нечто особенное. Перед нами кухня с шестиугольной разноцветной плиткой. Она на полу, и такой же плиткой выполнен фартук. А вот на одной стенке заказчик захотел что-то необычное. Фактурный материал использовался известковый, но такую текстуру можно делать различными шпаклевками и штукатурками. При создании текстуры нужно было от чего-то оттолкнуться, а поскольку у нас, кроме плитки на кухне, пока ничего нет, мы решили скопировать сетчатую структуру плитки на нашу текстуру, ну, чтобы они хоть как-то перекликались. Технология изготовления образцов была такой, то есть мы наносили фактуру, сверху клеили текстурированный материал, после подсыхания или полного высыхания мы его снимали, а потом производили лессировку, то есть раскрашивание. Первую текстуру мы сделали мешковиной, как видите, это обычные мешки, ну, которые для мусоров на стройке используются. У них тоже есть ячейчатая структура, как на плитках. Резали и клеили кусками, чтобы показать стыки и переходы, которые неизбежно будут на большой поверхности. Мы предлагали еще при лессировке, при раскрашивании текстуры, сделать элементы наших шестиугольников, ну, на куске стены. Ну, в какой-то момент заказчик отказался и остановился просто на текстуре. А жаль, получилось бы интересней. Разместить фигуры мы планировали примерно вот так. Итак, вот образец после раскрашивания. Здесь мы его уже залессировали, то есть раскрасили цветным лаком. И одну половинку мы покрыли шелковой краской. Шелк на покрытии добавил шарма. Получилось очень красиво. Лак у нас был глянцевый, и шелк немножко приглушил глянец. А цветовые оттенки стали более мягкие и приглушенные. По такой же технологии мы сделали еще две текстуры. На одну мы приклеивали вафельные полотенца, которые продаются на строительном рынке, как технические тряпки. В рулонах такие. В таком же цвете и показали швы на образце. А последний сделали из тонких салфеток. Получилось очень интересно, и этот образец понравился всем, в том числе и нам. Хотя другие тоже были неплохие, и возможно мы их где-то реализуем на других объектах. Но с салфетками, смотрите какая красота, получился прям натуральный эффект кожи. Хочу сразу сказать, что тонкой пленкой, как некоторые думают, такой эффект не достичь. Под пленкой все равно образуются пузырьки и какие-то дополнительные складки, то есть она где-то прям, ну, слипается совсем. С тоненькой бумагой такого нет. Плюс сама по себе бумага дает дополнительную текстуру, которую она уже имеет. Итак, у нас стена размером 9 квадратных метров. Размер бумажных салфеток 24 на 24 сантиметра. По площади это равно 0,576 квадратного метра. А если 9 квадратных метров разделить на эту площадь, то есть на площадь одной салфетки, то мы получаем 156 салфеток. Всего лишь. Мы взяли в запас 250. Потому что будут свисающие края, неизбежно. И на самом деле после работы у нас еще осталось много. То есть в принципе 200 нам хватило бы с лихвой. 200 салфеток это всего лишь 2 пачки по 100 штук, каждая по 25 рублей. Итак, подготовку мы начали с разворачивания салфеток. Ведь когда мы будем наносить текстуру и клеить салфетки, нам некогда будет их разворачивать. Поэтому мы приготовили все заранее. А также мы купили еще влаговпитывающие салфетки для придания дополнительного эффекта. Если вы заметили вначале на образце, он тоже был. То есть поверх салфеток, пока еще текстура была мягкая, мы еще продавливали вот эти вот ромбики. То есть пропечатывали их слегка сверху. Чтобы это как-то пересекалось с квадратиками на нашей плитке. Итак, края мы заклеили скотчем и приступили к нанесению фактуры. Я наносил, а Максим клеил салфетки. Процесс был естественно непрерывным, от угла до угла как положено. Мы не останавливались. Салфетки клеились в хаотичном порядке преднамеренно под разными углами. При этом естественно получались свисающие части, которые мы потом будем убирать. При этом я не жалел слоя, особенно следил за краем, оставляя толстоватый край, то есть миллиметра три толщиной. То есть за краем всегда при такой технологии, особенно когда мы медленно наносим и клеим, не торопясь, но непрерывно, следим, чтобы край был толстый. Это не даст образованию стыков, то есть материал не успеет подсохнуть. Ну и в общем естественно старался держать слой, чтобы он был не менее трех миллиметров. Процесс наклеивания салфетки несложный, то есть прикладываем, слегка приглаживаем ее рукой и прокатываем резиновым валиком, буквально очень легко, не нажимая. Отпечатывается хорошо, выходят все пузырьки воздуха, то есть поскольку салфетка дышит и получается очень красивая текстура. Как видите, можно добиться очень реалистичного эффекта кожи, особенно если грамотно раскрасить такую текстуру, можно эффект старой кожи, там вытертой, с потертостями сделать. Позже по салфеткам мы прикладывали влаговпитывающие салфетки, слегка придавливая, и они давали еще свой дополнительный рисунок. Процесс всей работы, то есть 9 квадратных метров вдвоем, занял примерно час с небольшим. Как только мы закончили стену, мы начали с начала стены уже снимать салфетки. Некоторые снимались очень хорошо, а некоторые оставались, но мы сняли то, что снималось, остальное мы просто не трогали. В таком виде мы оставим стену сохнуть до следующего дня. Вау, сколько рваных салфеток! На следующий день мы взяли влажные губки и начали смывать края. То есть полностью салфетки не удаляются, нам это особенно ни к чему, они прилипли на фактуре и будут закрываться несколькими слоями лака. Вы их потом не найдете и не увидите, где они были. Нам главное смыть края, убрать все лишние катушки, что мы и делали с помощью влажных губок. Вот таким образом, чтобы убрать следы салфеток. Вот так стена стала выглядеть после мойки. При боковом свете, конечно же, видно места, где остались салфетки. Теперь будем раскрашивать. Материал известковый, сильно впитывающий. Со шпаклевкой, если будете работать, то же самое. То есть мы взяли бесцветный акриловый лак и для начала загрунтуем поверхность. То есть губкой, хаотичными движениями, круговыми, разнонаправленными, мы как бы грунтуем стену, пропитываем ее бесцветным акриловым лаком. При этом не важно лак какой фирмы будет и какой степени блеска. У нас лак глянцевый, поэтому появляется легкий глянец и фактура становится более выраженной и интересной. После одной такой обработки салфетки уже меньше видно, но все-таки они пока еще видны. Эта процедура необходима для подготовки к последующим слоям поверхности. После пропитывания таким образом лаком поверхность перестает впитывать в себя. И соответственно цветной слой, который мы будем наносить впоследствии, будет ложиться равномерно без пятен и заметных переходов. Далее с помощью универсальных колеровочных паст мы делаем из такого же лака еще два цвета. Бежевый и коричневатый. Колера соответственно бежевый и коричневый. Оттенки делаем не темные, пастельные, едва уловимые. И проходим соответственно ту же поверхность, сначала одним цветом, так же губками, а потом после высыхания проходим вторым цветом. Цвета довольно светловатые и в сыром виде их почти не видно. Акриловый лак после высыхания имеет свойство набирать цвет, поэтому увидеть мы можем его в полной мере, только после полного высыхания. Фактура очень необычная, креативная, и мы сами ее придумали. Она подойдет для разных типов интерьеров. Больше все-таки я бы сказал к современным стилям. Лофт, хай-тек, эко. Раскрасить ее можно абсолютно в разные цвета. Можно сымитировать за счет цветов максимальную схожесть с кожей, а можно подогнать под лофт. И пока у нас сохнет предпоследний слой, хочу сказать два слова об одном человеке. Его зовут Артем, он замечательно делает натяжные потолки. Я знаю его много лет, как очень качественного работника и просто хорошего человека. По натяжным потолкам в Москве и области могу его смело рекомендовать. Основные наши приоритеты – прозрачная цена, качественные материалы и хорошие монтажные руки. И в завершении, как говорилось ранее, мы проходим таким же образом губками, шелковой краской. На все материалы, из которых делалась данная фактура, будет ссылка в описании к видео. Но еще раз хочу повториться, что эту текстуру и раскраску, неважно, можно сделать абсолютно из разных материалов. И дешевых, и дорогих, российских и импортных. Ну вот, собственно, что мы имеем в итоге. Кому понравилось мое видео, ставим лайки. Кто еще не подписался, подписываемся. В своих видео я буду показывать технологии декора интерьера, да и не только интерьера, но и фасада. Кстати, эту текстуру можно использовать на фасад дома, если использовать фасадные материалы, имейте в виду. Я буду показывать различные технологии, которые вы можете использовать сами. И данные технологии я придумываю сам, поэтому вы больше этого нигде не увидите. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!